Девочки, добрый вечер! Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Слышно ли, видно ли? Видны слайды? Поставьте мне или плюсики, или циферки, дайте мне какой-нибудь знак, что вы меня видите, слышите. И я вам сегодня расскажу о том, как мы зарабатываем, вместе с теми преимуществами, которые вы все можете получить, начиная уже сейчас и до июля месяца. Расскажу про акции, про программы. Оставьте мне что-нибудь, девочки, плюсики, минусики, слышно ли, видно ли? Вижу, пишете, значит слышно. Все, отлично, спасибо, Галина, что меня слышно. Попрошу обратной связи в чате, чтобы мне что-то не сама с собой разговаривать, а чтобы я понимала, что вы меня слышите и воспринимаете. Хорошо? Ну, давайте знакомиться. Она зовут меня Алена Орлинская, я предприниматель. Предприниматель я уже несколько лет, и в том числе сейчас свою деятельность я веду и через интернет. Это одно из направлений нашей деятельности, интернет, поскольку это упрощает наши действия, сокращает время. Например, сейчас каждый находится у себя дома, и мы смотрим прямую трансляцию. Это очень удобно. Например, молодые мамы, работающие девушки, могут прекрасно успевать совмещать, обучаться и работать. И вот насчет работы. Хотела бы с вами сразу поговорить на такую тему. Задумывались ли вы вообще когда-нибудь, сколько стоит час вашей работы? Вот вам сейчас сразу такое задание. Если вы где-то работаете и знаете ваш стабильный доход, посчитайте, сколько стоит час вашего времени. Когда вы работаете, сколько стоит час вашей работы? Я для примера взяла, что при среднем доходе в 20 тысяч рублей, взяла средний, потому что бывают и те, кто зарабатывает, например, в 100 тысяч рублей, есть те, кто зарабатывает и в 7 тысяч рублей. Я взяла средний доход в 20 тысяч рублей, рабочий день в 8 часов, 5 дней в неделю. Ну, стандартный такой момент, стандартный график и такая примерно средняя заработная плата. Получается, что ваш час рабочий стоит 125 рублей. Посчитайте, сколько стоит ваш час. Если, например, вы, ну, к примеру, вы мама в декрете, вы получаете декретное. Посчитайте, сколько стоит день в вашей жизни. Там, к примеру, у вас декретный там 6 тысяч рублей, соответственно, в день сколько стоит 200 рублей. Да, то есть это очень интересный такой момент. Ну, просто вы понимали, о чем мы сейчас будем говорить дальше. А сейчас ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот эти деньги, которые вы зарабатываете, как считаете, они ваши? На самом деле, те деньги, которые мы зарабатываем, в основном они не наши. Там мы относим их в банк, да, например, там оплачивая кредиты коммунальные платежи. Мы относим их на автозаправку, да, для того, чтобы заправить машину. Мы относим их в продуктовый магазин, чтобы купить, покушать. И очень часто бывает так, что вообще ничего не остается. Получается, что наших денег-то вообще нет. Вот из того, что мы заработали, мы на себя. Ну, нам кажется, да, что мы на себя тратим, мы же себя накормили. На самом деле, да, ничего не остается на себя любимого. На путешествия, да, там, на покупку каких-то новых, красивых, дорогих вещей. И даже вот так вот, если прикинуть, представляете, покупая, например, чашечку кофе где-то в кафе или в ресторане, вы платите одним часом вашей жизни. Если вы работаете за 20 тысяч рублей, 5 дней в неделю, 8 часов в день. Вот представляете, час работы, не всегда любимой, стоит всего лишь дать чашку кофе. Если, например, вы оплачиваете коммунальные платежи, ну, опять же, я средний такой взяла размер, 5000 рублей. Кто больше, кто-то меньше. Просто заплатив раз в месяц, вы отдаете 40 часов вашей работы. Вы отдаете 40 часов вашей жизни. Кому-то там, не знаю даже, кому. То есть, по большому счету, чтобы вам жить в квартире, и вас из нее не выгнали, вам нужна неделю пахать. Это, знаете, каким-то даже рабством немножко попахивает. А на самом деле, таких примеров могу привести много. Да, и вы даже сами можете посчитать, прикинуть, сколько стоит вообще час вашей жизни. Устраивает ли вас вообще вот эта ситуация, что после того, как вы всем заплатили, у вас либо остались какие-то крохи, либо не осталось совсем ничего. Я знаю, что у многих такая ситуация не устраивает. И даже если мы хорошо зарабатываем, очень часто не хватает времени. Да, и те доходы, которые мы получаем, они несоизмеримы с теми временными затратами, с теми эмоциональными затратами, которые мы несем. И поэтому я вам хочу сейчас рассказать такую вещь. Да, если я вижу, что не устраивает эта ситуация, и будьте сейчас внимательны, я сейчас с вами поделюсь идеей развития бизнеса. Сразу скажу, что то, о чем я вам буду говорить, это не работа по найму. У нас нет жесткого графика, нет начальников, нет ограниченной фиксированной заработной платы. У нас есть доход, о нем мы тоже сейчас поговорим. Но как таковой заработной платы, оклада у нас нет. Сразу об этом говорю. Но есть очень хорошие доходы, которые будут зависеть именно от вас. Ну и, конечно же, да, сразу скажу, все вы наверняка уже об этом знаете, что наш партнер, с которым мы сотрудничаем, это компания Арифлейм. И, к сожалению, да, из-за того, что не все люди с Арифлейм сотрудничают добровольно, сотрудничают красиво, да, есть такое вот мнение, что Арифлейм это нужно впаривать, нужно входить во все открытые двери и что-то навязывать. Возможно, вам встречались такие навязчивые консультанты, и именно по этим людям, к сожалению, и складывалось первое впечатление о компании. На самом деле, это не все такие, мы не такие. Да, может, кому-то вспоминаются такие бабушки или женщины, или мужчины с клетчатыми сумками, которые тоже предлагали что-то купить, приобрести. Да, на самом деле, мы так бизнес не ведем. Даже если мы что-то кому-то предлагаем, мы это делаем красиво. И я хочу с вами поделиться именно моим взглядом на этот бизнес. Для меня Арифлейм это основной семейный источник дохода. Нигде, кроме Арифлейма, мы с супругом больше не работаем. И сами понимаете, что если мы будем просто ходить и раздавать каталоги, на эти деньги не проживешь, не выживешь. Ну, может быть, выжить выживешь, да, там на хлеб и воду, и, может быть, даже хлеб с маслом заработаешь, но уж точно не купишь машину, точно не сможешь переехать в дом и точно не будешь путешествовать. Да, то есть для меня Арифлейм это образ жизни, благодаря которому я имею все то, что у меня есть сейчас. Да, это дом, это машина, это возможность путешествовать и возможность жить свободной жизнью. У меня график свободный. Я сама решаю, когда у меня рабочий день, а когда выходной. Я сама решаю, когда у меня рабочий час, а когда обеденный перерыв. Потому что, да, возвращаясь к нашим первым слайдам, где мы считали доход, вот эти 8 часов, вы себе не принадлежите. Очень часто бывает такое, что вы в это время не можете даже элементарно сходить покушать или сходить в туалет, когда вам захочется. Все это вы делаете по графику. Если вам хочется кушать в 11, нет, ждите 12, обед в 12. Здесь же мы сами решаем, когда обед, когда ужин, когда рабочее время. Это очень удобно, на самом деле, и это дает такую свободу именно жизни. Ты понимаешь, что ты живешь, что никто тебя там за веревочки дергает, а ты сам решаешь в этой жизни. Начиная от графика и заканчивая всем остальным. Почему Арифлей? Потому что часто этот вопрос слышу. Компании, на самом деле, очень много, очень много предложений на рынке, в том числе и в интернете. Но почему мы выбрали и остаемся верными партнерами компании Арифлей? Это, вот я вам сейчас приведу несколько фактов. Это далеко не все факты, это просто те, которые меня цепляют. На самом деле их больше. А компания более 50 лет на рынке, она проверена временем и кризисами. Вы знаете, я в компании давно, и были такие моменты, когда в нашем городе на рынке труда была жесткая безработица. Людей сокращали, увольняли. И, кстати, вот сейчас идет примерно похожая ситуация, что много людей сейчас остается без работы. Компания Арифлей продолжает нам платить деньги вне зависимости от того, какая ситуация. Просто потому, что мы этот бизнес создали, и мы его развиваем. И ни разу вообще, ни разу мне не задержали ни одной премии, ни одной выплаты. То есть все четко, в срок, а компания переводит все, что обещает. Широкий ассортимент продукции естественного спроса. Для меня это тоже важный момент, что... Ну, не нужно никому объяснять, что надо чистить зубы. Все это делают с нами или без нас. Каждый из нас моет полу шампунем, красит ресницы тушью, да, и пользуется гигиенической помадой, как минимум, девушки. То есть, естественно, не надо никого уговаривать, и никому не нужно объяснять, что это нужный и важный продукт. Все это и так понимаю. Официальный лекальный белый доход 17 зарплат в году. У нас 17 выплат в год. Это тоже большое преимущество, потому что каждые 3 недели на расчетном счету деньги. Это удобно. Бизнес передается по наследству. Если у вас есть дети, знайте, что создавая сейчас стабильный бизнес, вы можете в дальнейшем передать своим детям по наследству. Простой пример, если вы работаете, например, главным врачом в какой-то хорошей клинике, то не факт, что ваш ребенок будет на вашем месте. Возможно, найдутся более юркие и шустрые те, кто займут ваше место раньше вашего ребенка. Да не факт, что он захочет. Здесь же вы можете развивать этот бизнес и передать вашему ребенку, он легко сможет его продолжить. Известный бренд. Не нужно никому объяснять, что такое. Арифлейм, да, известная марка, компания проверенной временем, и они многие знают. Никаких рисков нет абсолютно. Вы ничем не рискуете. Ну, вообще ничем. Никаких уложений нет. То есть никаких тут огромных инвестиций не требуется. Автопрограммы и поездки за границу. Это дополнительные такие преимущества, о которых я тоже сегодня немножко расскажу. Это то, что меня цепляет. Это то, что я понимаю, что есть далеко не в каждой компании, не в каждой фирме. О вашей работе когда-нибудь дарили поездку за границу за то, что вы хорошо работаете. Я вот о таком не слышала, чтобы дарили, например, автомобили и поездки за границу. Верфлейм это есть. Какие варианты заработка? Смотрите, есть 4 варианта. На самом деле их больше. Я сейчас вам просто покажу 4 варианта. То есть первые 2. Да, это нормально. То есть у меня прям на связи с ума. Поставьте мне плюсик, если меня слышно, видно, если все в порядке. Будем продолжать тогда. Вижу, что пишете. Думаю, что все хорошо. То есть смотрите, первые 2 варианта. Первый это экономия от 20 до 80%. Каждый, кто приходит в нашу команду, в нашу компанию, может просто экономить, покупая для себя, для своей семьи со скидкой. Это тоже заработок. Экономия это тоже заработок. Каждые 1200 рублей вы возвращаете обратно, экономите. Это тоже круто. Вы можете зарабатывать дополнительные деньги, показав каталог, написав какой-то красивый пост в своей соцсети, где вы чаще всего находитесь. И рассказав о том, чем вы пользуетесь, что вам нравится. То есть это тоже вариант продаж. Просто очень многие говорят, что ой, нет, я боюсь, я не умею продавать. На самом деле сейчас в продаже это очень красиво, это очень стильно. И это делают очень многие сами, не задумываясь, что они это делают, не осознавая. И вы можете зарабатывать на этом. Но я сейчас хочу остановиться подробнее на следующих двух пунктах. Это процент товарооборота команды и развитие директорских команд и получение остаточного дохода. Смотрите, компания платит нам деньги за товарооборот. Сейчас я вам просто для примера приведу на товарообороте в 300 тысяч рублей. Компания платит примерно 10% вот этих 300 тысяч рублей. Какие есть варианты? Продать самому можно, но сложно. Сразу вам скажу, мы так не работаем. Но это как вариант. Пожалуйста, можно это делать. Сейчас, соответственно, вы зарабатываете даже больше 30 тысяч рублей, если вы будете делать такие товарообороты лично. Но я вам не рекомендую так делать. Это очень трудоемко, трудозатратно, не слишком стабильно. Вы можете нанять 10 продавцов, чтобы они продали по 30 тысяч рублей. Можно? Можно. Но тоже вариант такой не самый лучший. Я хочу подробнее остановиться сейчас на третьем варианте. Насчет создания партнерской потребительской сети. То есть наша задача приглашать людей не просто для того, чтобы они купили, а для того, чтобы они были нашими партнерами и тоже зарабатывали здесь деньги. То есть делали то же самое, что делаем мы. То есть создавали команду. Смотрите, проще направить на сайт компании 100 человек, каждый из которых просто купит то, что ему нужно. Это будет проще и стабильно, если эти люди будут не просто покупательными, а также нашими партнерами, которые будут зарабатывать. Здесь еще раз хочу сделать такой акцент. Вы не продаете вот этим людям, которых вы приглашаете. Вы не даете информацию, люди сами приобретают нужные продукты. Вы просто организовываете этот процесс и обучаете людей делать то же самое. Покупать продукцию для себя, приглашать людей. Есть такой момент, что люди мылись, моются и будут мыться всегда. Неважно, какая ситуация в стране. Кризис, не кризис, война, не война. Люди мылись, моются и будут мыться. Этот процесс остановить нельзя. С нами или без нас они это делают. Но если вы принимаете участие в организации этого процесса, на этом можно очень неплохо заработать, получая процент с товарооборота. Смотрите на примере, сколько можно заработать. К примеру, вот эти 100 человек, которые вы направили на сайт, купили на 200 рублей. По шампуням себе купили. Товарооборот ваш 20 тысяч рублей, вы заработали 2 тысячи. Немного, но приятно. К примеру, тысяча человек. Но вы научились 100. В принципе, 100 научитесь, 1000 тоже будет несложно. Поверьте. Тысяча человек купили на 200 рублей, товарооборот 200 тысяч, вы заработали 20 тысяч рублей. Но сейчас я хочу вам показать другой пример, когда вы с умом подходите к покупкам. То есть вы не просто, например, шампунь купили у себя в собственном магазине, а там за зубной пастой, за елем до душа, вы пошли в магнит. Если вы относитесь сразу, изначально, к этому бизнесу серьезно, как предприниматели, тогда вы понимаете, что вам выгодно купить у себя. Во-первых, у вас скидка минимум 20%. Во-вторых, все ваши личные заказы, они суммируются в ваш общий товарооборот, который вы также получаете процент. Вам это выгодно. Это все равно, что вы купили там, например, открыли свою булочную, вы же будете со хлебом к себе ходить, а не к соседу, правильно? Вот тут то же самое. То есть вы подходите к покупкам с умом. И я вам хочу сказать, что среднестатистическая семья тратит в месяц на косметику, на средства личной гигиены от 3 до 6 тысяч рублей, как минимум. Минимум. Если вы сейчас считаете, нет, я столько не трачу, посчитайте. Просто очень часто вы хватаете по пути, да, там сначала пошли за хлебом, купили зубную пасту, на следующий день пошли там за молоко, купили гель для душа. Суммарно, вот на семью, я не говорю сейчас на одного человека, на семью в среднем из 3-4 человек выходит в среднем от 3 до 6 тысяч рублей. То есть там уже пенка для бритья, гель для душа, там какой-то парфюм, помада. То есть это все выходит в такой средний заказ. Если вы покупаете меньше, значит ваш уровень дохода ниже среднего. И надо его срочно увеличивать. Смотрите, 100 человек купили на 3 тысячи рублей, значит товароборот у нас 300 тысяч рублей, вы заработали 30 тысяч. Если 1000 человек купили на те же самые 3 тысячи рублей, вы им объяснили преимущества, да, вы им объяснили выгоды, а не покупая для себя даже на эту сумму. То товароборот ваш 3 миллиона, вы заработали 300 тысяч. Друзья, иногда рассказываю, люди думают, что я тут сказки рассказываю, да, откуда такие товаробороты, что это нереально. На самом деле все реально. Хочу вам показать немножко, да, доказательства и подтверждений. Вот один из слайдов сейчас, это скрин одного из моих доходов, да, за 3 недели у меня расчетный счет открыт в мобильбанке, вот компания послала мне смс-ку с переводом денежных средств. Да, вот 45 тысяч рублей за 3 недели. Но поскольку мы все-таки привыкли считать в месяц, да, то в перерасчете на месяц это получается 60 тысяч рублей. Да, то есть это в 3 раза выше, чем в среднем зарабатывают женщины в нашем городе. Причем это по свободному графику, в удобное время, да, сами решаем, когда работаем, когда не работаем. И понятно, что это не в первую неделю работы, да, понятно, что это товароборот сейчас минимум примерно 500-600 тысяч рублей как минимум заходит за 3 недели, с которого я получаю такой процент. Дальше больше. Я хочу вам показать просто перспективу, чтобы вы понимали, Реплэм богатая очень компания, и в ней есть деньги. И она готова платить их за активные действия. Другой пример – это мой наставник в бизнесе, Любовь Смолинская. У нее тоже семейный бизнес, она работает вместе с своим супругом. У них трое детей. И годовой доход, вот вы сейчас выявите справку, а годовой доход 6 миллионов. То есть в месяц – это порядка 500 тысяч рублей в месяц. У меня в основном, да, например, мои подруги, да, мои родственники в год зарабатывают меньше, чем эти люди зарабатывают в месяц. То есть в Реплэм деньги есть, и она готова платить эти деньги. Понятно, что она их платит не просто так, и деньги не сыплятся с неба. Она отдает определенный труд, определенные усилия, но в компании деньги есть. Она готова их заплатить. И самый главный, наверное, вопрос, который задают все – где брать людей, да, и как вообще-таки объемы продаж создаются. Смотрите, после регистрации в нашу команду мы научим вас приглашать людей. Мы вам дадим инструменты, объясним, как приглашать знакомых, не навязываясь. Мы расскажем, как приглашать незнакомых с помощью социальных сетей. И подробнее, да, вот эти пошаговые онлайн-инструкции мы дадим на вводном курсе для новичка в четверг по этой же ссылке вечером. Время уточним, в чате напишем либо в 7, либо в 8 часов вечера. Мы все вам объясним. Сейчас самая главная задача – вам понять идею. Идею этого бизнеса, понимание того, что деньги большие платятся. Не за то, что мы много каталогов раздаем и большие заказы собираем. Большие деньги платятся именно за большие товарообороты, за приглашение и обучение людей. Посмотрите, да, когда ваши… Почему про 300 тысяч я начала говорить? Да, когда ваша команда делает товарооборот в 300 тысяч рублей, вы становитесь директором. А доход в среднем от 30 тысяч рублей, плюс единовременная выплата 1000 долларов, плюс приглашение на банкет директоров в Москве на 2 лица. И плюс, если вы этот уровень делаете до июля 2018 года, вы еще получаете 50 тысяч рублей бонусом дополнительным. Но смотрите, пока вы идете до уровня директора, понятно, что это не завтра будет. Нужно будет время для того, чтобы выйти на уровень директора. И компания для растущих людей, для растущих новичков, которые будут становиться менеджерами, потом директорами, разработала дополнительный бонус. Это программа «Адреналин». Вы можете получить дополнительно до 40 тысяч рублей на пути к званию директор. То есть еще даже не будучи директором, вы можете дополнительно заработать 2000 рублей. Как быстро вы это сделаете, зависит от вас. Но как компания посчитала, что в среднем реально выходить на новый уровень за два каталога. То есть вы вышли на новый уровень, подтвердили, на следующий каталог вы вышли на новый уровень. Смотрите, я сейчас по процентам не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что 9% это уровень менеджера, это товарооборот примерно 20 тысяч рублей. На такой товарооборот реально выйти за первый же каталог своей работы. То есть вы сейчас регистрировались, уже к концу вот этого каталожного отчетного периода, он закончится 17 февраля. Если при определенных усилиях, при приглашении людей, при обучении этих людей, вы можете выйти на 9%, но даже если не успеете, значит в следующем. То есть задача, как можно скорее выйти на 9%, это товарооборот примерно 20 тысяч рублей. Тогда помимо дохода, там доход порядка 2000 рублей получается, вы получаете еще болторы тысячи рублей в качестве премии. Дальше. Выходите на следующую ступенечку, это 12%. Удерживаете на этой ступенечке еще один каталог. То есть вышли, подтвердили, дополнительно 3000 получили и так далее. То есть за каждый новый уровень компания платит все больше и больше бонус. Таким образом, суммарно, если вы сейчас новичок, ну или там, например, начинающий менеджер, у вас там может быть 3-6%, то до уровня директора, до уровня старшего менеджера вы получаете только бонусы на 40 тысяч рублей. Не считая того, что вы еще получаете, естественно, доход от команды, от создания товарооборота. Естественно, что вы тоже получаете в среднем 10% от созданного товарооборота. Друзья, понятно сейчас вот эта мысль про 40 тысяч? Поставьте мне плюсики, кому понятно. И еще такой важный момент, вы можете расти быстрее. Например, вот вы сейчас вышли на 9%, а в следующем каталоге вы так постарались, что вы вышли на 15%. То есть вы не стали там задерживаться на уровнях. Значит, вы получаете быстрее эти бонусы. То есть вы в любом случае получите. То есть это не так, что нужно последовать, но долго задерживаться. Нет, растите быстрее, быстрее получите. Единственный нюанс, акция по времени ограничена. Она действует только до июля 2018 года. Времени на раскачку нет. Не надо стоять в сторонке и смотреть, как другие зарабатывают. Начинайте уже сейчас. Начинайте сейчас приглашать людей. Смотрите, когда в вашей команде 2 человека выходят на уровень директора. Те люди, которых вы пригласили, обучили, они также включаются в эту программу, они также, ваши новички, участвуют в этой программе адреналин и получают бонусы. Когда в вашей команде 2 человека выходят на уровень директора, то есть один сделал групповой товар, оборот 300 тысяч рублей, и еще один, вы становитесь золотым директором с доходом от 70 тысяч рублей, плюс единовременная выплата 2 тысячи долларов, приглашение на банкет директоров в Москву на 2 лица, бонус еще 50 тысяч рублей, плюсом к тому, что вы за директора тогда получали, и поездка за границу бесплатно, то есть с уровня золотой директора, когда у вас 2 команды вышли на директорский объем продаж, компания вас пригласит бесплатно за границу. Например, в прошлом году это был круиз по 3 странам. Целую неделю компания оплатила поездку лидерам в уровне золотой директора. В следующем году, точнее уже в этом, это будет Мадрид, Испания, то есть целая неделя в европейской стране бесплатно за счет компании. Круто! И также, если вы успеваете подтвердить до июля 2018 года уровень золотой директор, то только в качестве единовременных выплат вы получаете еще 420 тысяч рублей. Не считая вот этих 40, которые мы собираем до директора, также вы можете получить бонусом 420 тысяч рублей. И также, да, поездку за границу бесплатно. В компании есть деньги, она готова их платить, и готова их платить именно за активные действия, за приглашение людей, за обучение этих людей. Мы просто за перепись населения, за то, что мы людей обучаем. Друзья, коротко у меня все. Если вам понравилась эта идея, обязательно обратитесь к человеку, который дал вам ссылку. Зарегистрируйтесь, проведите стартовое обучение, начинайте зарабатывать. У вас обязательно все получится. Очень многое зависит именно от вашего отношения. И в завершение, если у вас сейчас есть какие-то вопросы, друзья, напишите. Напишите в чат, я на них отвечу. Пока вы пишете или не пишете, я в завершении хочу пробежаться по основным вопросам, которые часто задают мне люди после такой встречи. Часто спрашивают, а хватит ли у меня времени. Вы знаете, времени у всех одинаково. 24 часа в сутках у всех. Но кто-то успевает все, а кто-то не успевает ничего. Как распоряжаться временем, решать вам. Мы с вами вначале разговаривали о том, сколько стоит час вашего времени. И куда вы потом это время расходуете, которое потратили на работе. Потом расплачиваетесь. По долгам, кредитам. И какие-то покупки совершаете. Поэтому времени у всех одинаково. Просто кто-то принимает решение вместо сериала пойти и провести информационную встречу, или, например, посетить обучающий вебинар. А кто-то выбирает сериал. Время одинаково затрачено. Тут час и там час. Но результат разный. Всегда можно найти время, если есть желание. Всегда. Я в этом уверена. Потому что в нашем бизнесе растут мамочки, у которых пятеро детей. И растут студенты, которые совмещают два высших образования. И растут люди, у которых две основные работы. И Арифлэм для них это третий источник дохода. Растут. Потому что видят перспективу. Потому что понимают, что они не хотят всю жизнь работать на дядю. Хотят больше свободного времени, больше денег. Некоторые мне говорят, я не умею уговаривать. Я тоже не умею уговаривать. И вам не надо никого здесь уговаривать. Ваша задача научиться давать информацию. Как давать информацию? Мы вас научим, расскажем. И вы сможете легко, непринужденно рассказывать своим потенциальным кандидатам о возможностях нашего бизнеса. И они уже сами будут принимать решения. Хотят они присоединиться или не хотят. Уговаривать не нужно. Насчет продаж. Я не умею продавать. Специальных навыков продавца не требуется. Даже иногда наоборот. Не надо, чтобы у вас были навыки. Обычного продавца, кто за прилавком стоит. Потому что мы не стоим за прилавком. И как я уже сказала, в основном наши товары обороты личные делают на личном потреблении. Мы покупаем для себя, для своей семьи, ну и для самого ближайшего окружения. Для мамы, для сель-крови, для сестры. Да, обычно вот такого тесного круга общения достаточно для того, чтобы делать личные товары обороты. Специальных навыков продаж не требуется. Но если вы захотите научиться продавать, мы научим вас. У нас есть очень много техник, моментов, секретов, как делать большие продажи. Не заморачиваясь. При этом зарабатывать плохие деньги. Мне некого приглашать. Так часто говорят люди, у которых либо совсем нет знакомых, либо круг знакомых ограниченный, либо такой круг общения, который они не хотят приглашать. Это же бывает. И смотрите, мы научим вас приглашать незнакомых людей. Поверьте, в интернете особенно незнакомых людей очень много. И найти не проблема. Кому дать информацию, не проблема. То есть это вообще даже... Даже не буду останавливаться на этом. Всегда можно найти, кого пригласить. И всегда можно найти того, кому можно дать информацию. Это не мое. Иногда мне говорят, это не мое. У меня вдруг не получится. На самом деле, а что мое? Вот задайте себе вопрос. Честно, прямо. Что мое? Работать за 125 рублей в час, с 8 до 5 каждый день, быть привязанным к рабочему месту, это мое. Конечно, если вы любите ту работу, которую вы делаете, то да, возможно, это ваше, и да, вам это нравится. Но часто бывает такое, что не нравится людям их работа. Они все равно за нее держатся. И даже не смотрят по сторонам, какие есть еще варианты. Вот, ребят, дайте себе шанс проверить вообще, мое это или не мое. Вы же не знаете. Вы же ни разу не пробовали. А вдруг у вас получится, и вы поймете, что это именно тот шанс, который вы ждали в жизни. Будьте открытыми, пробуйте, и не останавливайтесь перед какими-то трудностями, возможно, сложностями. Они будут. Это нормально, это бизнес. Я вам сейчас, знаете, ни сказки рассказываю, ни золотые горы обещаю. Я не говорю, что вам ничего не надо будет делать. Нужно будет делать, много нужно будет делать, и трудиться нужно будет, и работать, и уделять этому время. Но, понимаете, вы, инвестируя сюда время и свои усилия, вы потом многократно за каждый отработанный час будете получать деньги. То есть, даже если привести такой простой пример, банальный, пригласив одного новичка и объяснив ему, как делать заказ и как получать, вы пожизненно с его заказа будете получать процент. Он же не один раз купится там для себя. Он будет покупать периодически. И каждый раз, когда он будет совершать покупку, вы будете получать процент. А если у вас таких новичков тысячи, и это тысяча людей, каждый каталог размещает заказы при тысяче рублей, то вы в качестве процента будете получать 300 тысяч. Понятно, что это не по щелчку пальцев, и не завтра происходит. Понятно, что нужно будет приложить усилия и дать информацию. Но у нас довольно простой бизнес, не надо его усложнять. Задача просто пригласить, дать информацию и научить тому, что вы уже делаете сами. Все. На начальном этапе вам будет помогать ваш наставник. Друзья, у меня все. Если вопросов нет, то тогда мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Если вопросы есть, напишите, пожалуйста, в чат. И дайте мне обратную связь, все ли понятно по акциям, по программам и вообще по сути, что мы делаем. Понятно ли вам? Поставьте плюсики, кто понял. Спасибо. Ну что, вижу-то вопросов нет, вижу, что все понятно. Тогда всем хорошего вечера и мы ждем вас в четверг вечером на вводном курсе для новичка, где разберем первые шаги и первые ваши действия. Все. Всем пока-пока. До встречи.